На вечере у одного известного литератора после ужина между собравшимися гостями затеялся неожиданно горячий спор о том, бывает ли в наше скудное высокими чувствами время настоящая непоколебимая дружба. Все единогласно высказались, что не, такой дружбы не бывает, и что теперешняя дружба многих испытаний совсем не может выдержать. В определении же причин, расторгающих дружбу, спорщики разошлись. Один говорил, что дружбе мешают деньги, другой – женщина, третий – сходство характеров, четвертый – бремя и заботы семейной жизни, и все в таком роде. Когда же спорщики, накричавшись вдоволь и ничего не выяснив, устали, тогда один почтенный человек, до сих пор в прениях не вступавший, сказал, «Все, господа, сказанное вами, очень веско и замечательно, однако я знаю в жизни пример, когда дружба прошла сквозь все перечисленные препятствия и осталась неприкосновенна». «И что же? – спросил хозяин. – Эта дружба так до гроба и продолжалась? – Нет, не до гроба, а тому, что она пресеклась, была особая причина. – Какая же? – спросил хозяин. Причина очень простая и в то же время удивительная. Дружбу эту расторгнула святая Варвара. Так как из гостей никто не понял, как эта святая Варвара могла в наш меркантильный век разорвать дружбу, то все попросили Афанасия Силыча, так звали почтенного человека, объяснить свои загадочные слова. Афанасий Силыч на это улыбнулся и ответил, «Да тут загадочного ничего нет. История эта простая и печальная, история страданий большого сердца. И если вам действительно угодно будет послушать, то я сейчас ее с удовольствием расскажу». Все приготовились слушать, а Афанасий Силыч начал свой рассказ. В начале девятнадцатого столетия была известна богатством, знатностью рода и большой гордостью фамилия князей Белоконь-Белоноговых. Но сама судьба эту фамилию осудила на вымирание, так что теперь об ней уже нету и помину. Последний ее боковой отпрыск, не в осуждение говорю, кончил недавно свое земное поприще в Оржановском доме. Есть такой известный ночлежный вертеп в Москве, среди золотородцев, пьяниц и разбойников. Но до него мой рассказ не коснется, потому что предметом его будет князь Андрей Львович, с которым и прекратилась прямая линия. При жизни отца, а это было еще во время крепостной зависимости, князь Андрей служил в гвардии и вчитался одним из самых блестящих офицеров. Деньгам счету не знал, танцор, красавец, женский любимец, дуэлист, ну чего еще кажется. Однако, когда папаша скончался, князь Андрей службу бросил, как его не уговаривали остаться. Я, говорит, с вами пропаду здесь, а мне любопытно узнать все, что мне от судьбы определено. Странный он был человек, своеобычный, так сказать, фантастический. Лестно ему казалось, всякую свою мечту сейчас же на деле доказать. Как только схоронил он князя Льва Андреевича, так сейчас и закатился по заграницам. Удивительно, где его только не носило. Высылались ему деньги через всякие агентства и банкирские дома. То в Париж, то в Калькутту, то в Нью-Йорк, то в Сидней. Это все опять, повторяю, мне доподлинно известно, так как мой отец был у него главным управляющим над всеми его двумя стами тысяч десистин. Через четыре года воротился князь Андрей, и схудалый бородища и оброс, сам от загара коричневый, узнать трудно. Как приехал, да засел в своей пнищевской усадьбе, да надел халат, только его и видели. Заскучал. А я в это время к князю очень сделался вхож, потому что он меня полюбил за мой характер веселый. И все-таки я кое-как образование получил, так что мог ему служить собеседником. Опять же, я свободный человек был. Отец меня еще при князе Льве Андреевича откупил. Всегда князь Андрей встречал меня ласково и садиться велел, даже сигарами подчивал. Сидеть я при нем скоро привык, а к сигарам никак претерпеться не мог. Все у меня от них вроде морской болезни делалось. Любопытно мне было все эти вещи рассматривать, какие князь из путешествия с собой привез. Шкуры тигровые, львиные, сабли кривые, башков, чучела зверей разных, дорогие камни и материи. А князь, бывало, лежит на диване своем огромном, курит и хоть над моим любопытством смеется, однако все это сейчас же объяснит. А потом, как увлечется сам, да начнет свои приключения рассказывать, так, поверите ли, у меня от восторга мураши по спине бегали. Только он говорит, говорит, да вдруг сморщится и замолкнет. Ну и я молчу. Тогда князь вдруг скажет. Скучно мне, Афанасий. Ну вот я весь свет объехал, все видел, в Мексике лошадей диких ловил, в Индии на тигров охотился и тонул, и песком меня засыпало. Ну а дальше что? Нет, говорит, ничего на свете нового. А я ему на это, знаете, по простоте отвечаю. Так вам бы жениться надо, князь. А он только смеется. Я бы, говорит, женился, когда бы нашел женщину такую, чтобы я ей дорожил и уважал бы. Я вот всех наций и сословий женщин видел. Все-таки я не урод и не глупый, богат, так что они мне знаки внимания очень оказывали. А такой женщины, какую мне нужно, я не видел. Все они либо продажные, либо развратные. Ну либо глупые, либо чересчур добродетельные. С ними одна тоска. А мне так и скучно. Вот другое дело, если бы у меня какой-нибудь талант был, или там дар. Я на это обыкновенно говорю. Да какого же вам еще, князь, говорю, таланта надобно? Слава Богу, из себя красавец. Земли, сами говорите, больше, чем у иного немецкого принца. Да, селища я такой бог наградил. Я бы никакого таланта не желал. А князь усмехнется и скажет. Глуп ты, говорит Афанасий. И молот чересчур. Поживешь, и, коли не исподличаешься, вспомнишь мои самые слова. Впрочем, у князя Андрея был свой талант. И, на мой взгляд, даже очень большой. А именно, живописный. К чему он еще в детстве оказывал наклонность. Будучи за границей, князь почти с год провел в Риме. Учился рисовать картины. И даже, как он сам рассказывал, одно время думал сделаться настоящим художником. Но почему-то раздумал или заленился. Сидя у себя в нищах, он про свои занятия вспомнил. И опять принялся рисовать красками. Нарисовал реку, мельницу. Образ святителя Николая для церкви. Очень хорошо нарисовал. А кроме этого занятия, было у князя еще одно развлечение – ходить на медведя. В наших местах этого зверя страсть сколько. И ходил всегда по-мужицки. С рогатиной да с ножом. А с собой брал только охотника Никиту Дранова. Драным его называли за то, что ему медведь с черепа кожу своротил. Так он навеки и остался. С народом был прост и приветлив. Так прост, что если понадобится мужику лезь на избу или лошадь пала, сейчас так прям к князю идет, знает, что отказу не будет. Только рабство и лакейство не любил. И вот тоже лжи никогда не прощал никому. За что его еще крепостные обожали, так это за то, что озорства по части женской за ним не водилось. Извините за грубое слово. Девки в нашей стороне на всю Россию красавицы и другие господа-помещики целые гаремы держали, так что и для себя, и для гостей. А у нас ни-ни. То есть, конечно, без этого не обходилось по человеческой слабости, но, впрочем, тихо и скромно, на стороне, и никому обиды не выходило с этого. Однако, как ни был, князь Андрей снисшими прост и пленителен, а с равными и с начальством был горд и дерзок, даже и без надобности, особенно не любил чиновников. Бывало, приедет какой-нибудь по откупной части или по полицейской, по акцизной, а тогда дворяне еще службу для себя почитали, кроме военной, любую, другую унизительной. Приедет, да и как иногда человек еще новый начнет петушиться. Почему то не так, да это не то? Управляющий ему вежливо докладывает, мол, князь его распоряжение отменять никак нельзя. Значит, понятно. Получай свою положенную мзду и удаляйся. А тот все храбрится. Что мне ваш князь? Я сам здесь закон. И сейчас, чтобы его до князя вели. Отец бывало уж из жалости остерегает. Князь, дескать, на руку тяжел. Куда там? Слушать не хочет. Ну, таким манером князю Андрею наскоком является. Помилуйте ему, что за беспорядки. Где это видно? Да я сейчас... Князь все молчит, молчит, да вдруг как побагровеет, да глазами сверкнет. Страшный был в огневе человек. На конюшню Каналию кричит. Ну, сейчас натуральная расправа. В то время многие помещики это одобряли. Почему-то все на конюшне. По обычаю предков. А потом, через два дня, отец тайно от князя едет в город и наказанному везет пакетик с радужными. Я бывало уж осмелею, скажу ему. Князь, а ведь чиновник-то жаловаться будет, как бы вам в ответе быть не пришлось. А он мне на это... Ну, так что же. Пусть меня взыскивает Бог и мой великий государь. А за продерзость наказать обязан. Да на что же лучше, помилуйте. Ведь он раз такую штуку губернатору отлил. Прибегает к князю Андрею однажды рабочий с парома и докладывает, что на той стороне реки губернатор. Князь говорит, «Ну, так что ж с этого?» «Так он говорит, паром требует ваше седельство». Умный был мужик, знал князев характер. Как это он требует паром? Исправник послал сказать, чтобы немедленно паром был. Князь сейчас распорядился не давать парома. Так и не дали. Тогда губернатор догадался и присылает записку, что, мол, так и так, дорогой Андрей Львович, они были между собой троюродные кузены, окажи твою любезность, дай мне паром. И подписал имя и фамилию. Ну, тут уж сам князь его любезно на берегу встретил и такой банкет ему задал, что целую неделю губернатор выехать не мог. А дворянам, даже самым захудалым, князь в случае недоразумений не отказывал сатисфакции. Однако его остерегались, потому что знали характер неукротимый и знали, что он в восемнадцати дуэлях на своем веку участвовал. Дуэли же в ту пору между дворянами были даже очень обыкновенным делом. Так и прожил князь Андрей в Пнищевской усадьбе года два слишком. А тут как раз подошел царский освободительный манифест и начался среди господ помещиков переполох. Многие даже очень недовольны были, засели у себя в глуши и принялись докладные записки писать. А другие, которые поскупее, подальновиднее, норовили как бы со своими выкупными свидетельствами да с землей какую не наесть выгоду соблюсти. А были такие, что в ту пору очень опасались бунта крестьянского и просили для ихнего ограждения у начальства хоть каких-нибудь местных инвалидов. Князь Андрей, когда пришел в манифест, собрал своих мужиков и очень простыми словами, однако без искательств, им объяснил «Вы, мол, теперь свободны, так же, как и я. Это так и должно было случиться. А вы свободу свою возло не обращайте, потому что начальство вам всегда может заглянуть туда, откуда ноги растут. Да помните, что как бы я вам раньше помощником был, так теперь и буду, а землю берите на выкуп, какой сможете поднять». И с этими словами уехал внезапно в Петербург. А вам, господа, я думаю, хорошо известно, что в то время в обеих столицах делалось. Сразу тогда у дворян очутились в руках целый варахар деньжищ и пошла катавасия. На что уж удивляли всю Россию, от купщики до консессионеры с банкирами, однако перед господами-помещиками оказались они мальчишками и щенками. Ужас, что творилось. Иной раз за одним ужином целые состояния опускались на ветер. Вот так князь Андрей в самые водовороты попал и закрутился. Да еще вдобавок с товарищами полковыми встретился, потом уж никакого удержу знать не мог. Однако прожуировал недолго, потому что вскоре не своей охоты должен был Петербург оставить, и все из-за лошадей. Ужинал он в компании большой со своими офицерами в самом что ни на есть модном ресторане. Пили очень много и все больше шампанское. Только вдруг зашла у них речь о лошадях. Известно постоянный разговор офицерский, у кого в Петербурге лошади самые резвые. Один казак, фамилию его не помню, только знаю, что был он из кавказских владетельных князей. Этот казак и скажи в ту пору, что резвее всех параварных жеребцов у и назвал чрезвычайно высокопоставленную особу. Это говорит не кони, а варвары. С ними один только Илья может управиться и никому тех злодеев не обогнать. А князь Андрей засмеялся на это. Я говорит, на своих соловых обгоню. А казак говорит, не, не обгонишь. Обгоню. Не обгонишь. Обгоню. Ну, в таком разе, говорит казак, мы с тобой об заклад. Сейчас пойдем. И пошли об заклад. Поставили условие, что, ежели князь Андрей осрамится, то он казаку пару соловых отдает, к ним сани и карету с серебряной сбруей. А если князь Илью обгонит, то казак должен все билеты в театре оперном купить, когда госпоже Барбо представление пойдет, и самому казаку, чтобы забраться на галерею, никого в театр не пускать. А в то время госпожой Барбо весь бомонд сильно принялся. Ну, с прекрасно. На другой день князь просыпается, велит лошадей соловых закладывать. Коньки на вид были неважны, так себе, степнички косматенькие. Однако довольно приткие, главное угонистые, скачки имели чрезвычайно долгий дух. Тут уже товарищи видят, что дело не на шутку идет, стали князя отговаривать, брось ты это самое пари, потому что как бы тебя не упекли за твою фантазию куда-нибудь. Однако князь их не послушал и велел позвать кучера Варфоломея. Кучер Варфоломей был человек мрачный, так сказать, отвлеченный. Силищей его господь наградил ни с чем не соразмерно, так что он мог тройку на всем скаку остановить. Аж лошади на задние ноги падут. Пил ужасно, разговаривать ни с кем не любил, а князя своего хоть и обожал всей душой, но был с ним груб и заносчив, за что иногда свою порцию березовой каши и получал. Призвал князь Варфоломея и говорит, «Можешь ты Варфоломей нынче одну пару на наших соловых обогнать?» Варфоломей спрашивает, какую. Князь ему рассказал, как и что, а Варфоломей затылок почесал. «Знаю я», говорит, «эту пару, да вот Илья довольно мне хорошо тоже известен, человек опасный. Однако, ежели вашему сиятельству угодно, обогнать можем, только в случае соловые пропадут, не гневайтесь». Князь Андрей отвечает, «Хорошо, сколько теперь надо тебе водки в горло влить?» Но Варфоломея от водки отказался, меня, говорит, пьяного лошади не уважают. Сели и поехали, стали на конце Невского, дожидаются. Заранее было известно, что особо в полдень должна проехать, так и случилось. В полдень показалась пара вороных, Илья кучером в санях особо. Только дал им князь маленько отъехать, говорит, валяй. Пустил Варфоломей соловых, как услышал Илья за собой топ от конских, вернулся, обернулась особо, Илья дал коням вожжей и Варфоломей тоже надбавил ходу. А хозяин тех вороных был человек пламенный, бесстрашный, да лошадей большой охотник. Он Илье говорит, чтобы этот нахал нас обогнать не смел. Что тут началось, я сказать, не умею. И кучера, и кони точно сбесились, снег прям тучей над ними. Сначала товарные будто и обогнали, однако долго выдержать не могли, пристали. Князь Андрей около самого вокзала вперед выскочил, а особо ему так гневно пальцем погрозило. А на другой день князя вызвал к себе петербургский губернатор, господин светляющий князь Суворов и сказал так. «Уезжайте-ка вы, князь, скорее из Петербурга. Если вас не наказали примерно, то это потому только, что особо, которой вы вчера дерзость оказали, имеет большое пристрастие к людям отчаянным и смелым. И об вашем паре ей также все известно. Но уж больше в Петербург не ногой. И благодарите Господа, что дешево отделались. Однако, господа, я о князе Андре и заболтался. Я к тому, что обещал досказать, а еще и не приступал. Впрочем, скоро конец моему повествованию. А главное, я хоть и разбросан, но такие личность князя Андрея описал как мог. После знаменитой своей скачки поехал князь в Москву и там продолжал вести петербургскую линию только в увеличенном размере. Одно время только об его причудах и было по всему вот тут-то и случилось с ним то, над чем он в пнищах издевался. Стала на его пути женщина. Да какая же я вам доложу женщина, королева, теперь нет таких больше. Красоты самой удивительной. Была она прежде актрисой, потом вышла замуж за купца миллионера, а когда купец умер, то она ни за кого замуж выйти не пожелала, говорила, что ей свобода дорога. И чем она прельстила особо князя, так это своей небрежностью. Никого знать не хотела, ни богатых, ни знатных, к своим большим деньгам никакого внимания не оказывала. Как увидел ее князь Андрей, так сразу влюбился. Привык он к тому, чтобы ему сразу на шею вешались, потому женщин мало уважал. А тут вдруг точно его не замечают. Весела, приветлива, букеты подарки принимает, чуть он об чувствах, а на сейчас же в смех, это князя его извило. Прямо даже до затмения рассудка. Вот как-то раз поехал князь с Марьей Гавриловной, королеву отзвали Марья Гавриловна. Вьяр, слушать цыган. С ними большая компания, человек пятнадцать. Тогда вокруг князя целая толпа прихвост не ветшалась, так ее звали Белоноговским штабом. Сидят они за столом, пьют вино, цыгане им поют и пляшут. Вдруг Марье курить захотелось. Взяла она похитовску, курили тогда из соломы вертушки ищет огня. Князь это увидел, моментально хватит билет банковый в тысячу рублей, зажег об свечу и подает. Все кругом так и ахнули, фараоны даже петь перестали, и глаза у них от жадности блестят. В это время кто-то за соседним столом не очень громко, но довольно явственно говорит «дурак». Князь вскочил точно его шилом кольнули, а за соседним столом сидит такой маленький тщедушный человечек и на князя глядит прямо в упор самым спокойным образом. Князь сейчас к нему. «Как как ты осмелелся мне сказать дурак? Кто такой?» Маленький человечек ему на это очень хладнокровно «я говорит художник Розанов». «А дураком назвал вас потому, что на эти деньги, что вы сожгли из фанфаронства, можно было четырех больных целый год в больнице держать». «Все сидят ждут что будет. Характер то князя неудержимый и хорошо был известен. Или он этого маленького человека сейчас бить начнет, или на дуэль вызовет, или просто прикажет высечь». И вдруг князь мало помолчавший обращается к художнику с таким неожиданным словом. «Вы, господин Розанов, совершенно правы. Я действительно дураком себя перед хамами показал, а теперь ежели вы мне руки не протянете и от меня не возьмете сейчас пяти тысяч для Мариинской больницы, то этим мне тяжкую нанесете обиду». Розанов отвечает, «И деньги возьму и руку вам протяну с одинаковым удовольствием». В это время Марья Гавриловна князю тихо шепчет, «Позовите художника к нам, а штабу своему велите убраться прочь». Князь учтиво обратился к господину Розанову, попросил к ним подсесть, потом повернулся к штабу и сказал, «Чтобы я вас здесь больше не видел». И завязалась с той поры между князем и Розановым теснейшая дружба. Друг без друга дня провести не могут. Либо художнику князя, либо князь художника. А Розанов жил тогда на третьей Мещанской на четвертом этаже. Занимал две комнаты. Одна мастерская, другая спальня. Звал его все князь к себе переехать, но художник отказывался. «Ты мне говоришь так, очень дорог, кроме того, я в богатстве заленюсь, свое искусство позабуду, так и не переехал». Все им друг у други было интересно. Начнет Розанов говорить о живописи, о картинах разных, о жизни великих художников, князь слушает. Слово не проронит. А потом князь примется про свои приключения в диких странах рассказывать. Художника глаза блестят. «Постой, говорит, вот я скоро думаю одну большую картину написать, тогда у меня хорошие деньги будут, вместе за границу поедем». «Зачем тебе деньги?» спросил князь. «Хочешь, завтра поедем?» «Все, что у меня есть, я с тобой могу поделить». Но художник стоял на своем. «Нет, подожди, я картину напишу, тогда уж будем говорить». Настоящая между ними была дружба. И даже такое влияние Розанов над князем имел, что удерживать его от многих горячих и необдуманных поступков, которым князь по своей пылкой натуре был весьма склонен, мог. Любовь князя к Марии Гавриловне не только не уменьшалась, но даже еще больше распалялась, только все ему не было успеха. Он у нее сколько раз руки и сердца на коленях просил, но она ему все одно отвечает, что же я, говорит, сделаю, если вас не люблю. «Ну, не любите, говорит князь, может, потом слюбиться, а без вас я несчастный человек». А она ему на это отвечает, «Мне очень вас жаль, но вашей беде я помочь не могу». «Да вы, может, кого-нибудь уже любите?» спрашивает князь. «Может, и люблю», отвечает Мария, сама смеется. Затасковал князь, лежит у себя дома на диване лицом к стене, хмурый, молчит, от еды его даже отбило, в доме все на цыпочках ходят. В одну из таких минут как-то приезжает Розанов, тоже лица на нем нет, вошел в князь в кабинет, поздоровался и молчит. И оба молчат. Наконец художник с духом собрался и говорит «Послушай, Андрей Львович, мне больно, что я тебе сейчас дружеской рукой ударный несу». Князь, лежа лицом к стене, отзывается «Давай без прелюдии, говори прямо». А художник объясняется «Теперь мне Марья Гавриловна вроде как жена». Князь спрашивает «Может, быть, ты с ума сошел?» «Нет», говорит художник, «Я с ума не сошел?» «Марью Гавриловну я давно любил, но не смел ей своих чувств открыть. А сегодня утром она мне сказала «Что нам друг от друга прятаться? Я давно вижу, вы меня любите и сама я так же вас люблю, только замуж за вас не выйду, будем так». Рассказал художник всю эту историю, а князь лежит, не шевелится и ни слова в ответ. Розанов посидел, поглядел, да и вышел тихонько из кабинета. Однако, через неделю переломил себя князь Андрей, хотя ему это много стоило, потому что он даже сединой пошел. Приехал он к Розанову и объявляет, «Я вижу, насильно мил не будешь, а только из-за бабы не хочу единственного друга терять». Розанов его обнял и заплакал. А Мария Гавриловна ему руку протянула, она тут же была, и говорит, «Я вас очень уважаю, Андрей Львович, и тоже хочу быть вашим другом». Тогда князь совсем повеселел, и лицо у него сделалось ясное. «А ведь признайтесь», говорит, «Не назови меня Розанов тогда в Яре дураком, а вы бы его не полюбили». Она только улыбается, очень даже вероятно говорит. А через неделю вот что случилось. Приехал к ним князь Андрей скучный и рассеянный. Говорил то о том, то о другом, а у самого как будто мысль была какая-то в голове, словно гвоздем сидел. Художник, зная натуру князя, спрашивает, что такое? «Да так, пустяки», говорит князь. «Предприятие это, банк дурацкий, где мои деньги лежали, лопнул, и теперь у меня всего имущества только то, что на мне есть». «Это действительно пустяки», сказал Розанов, и сейчас же позвал Марью Гавриловну и приказал ей очистить верх дома для помещения князя. Так и поселился князь Андрей у Розанова. Целый день лежит на диване, читает романы французские и ногти шлифует. Но это ему скоро наскучило, и он однажды сказал Розанову. «А ты знаешь, я ведь тоже рисовать-то учился», Розанов удивился, «не может быть». «Да, я тебе даже и картины свои покажу», посмотрел Розанов и говорит, «У тебя очень большие способности, только школу ты дурацкую прошел». Князь так и обрадовался. «Ну а что спрашивает, ежели я теперь заниматься буду, могу я что-нибудь путное написать?» «Это даже очень можешь, а если я до сих пор баклуши бил? Ничего не значит, трудом одолеешь, а голова моя седа? Тоже ничего, другие позднее начинали, если хочешь, я сам с тобой займусь». и начали вдвоем заниматься. Розанов только удивляется, какой у князя развертывается громадный дар к живописи, а князь в работу так и въелся, отходить не хочет, так что уж художник силком его отрывал. Прошло месяцев пять, раз приходит Розанов к князю Андрею и говорит, «Ну коллега, теперь ты созрел и уже понимаешь, что такое рисунок и школа. Прежде ты был дикарем, а теперь у тебя и вкус тонкий выработался. Пойдем со мной покажу ту картину, о которой уже не раз намекал. До сих пор она была для всех тайной. Тебе покажу, ты мне свое мнение скажешь». Повел он к князю в мастерскую, поставил его в надлежащий угол зрения и открыл занавес, опущенный над картиной. А на картине была изображена святая Варвара, омывающая прокаженному на ноге язвы. Долго стоял князь перед картиной, и лицо у него сделалось мрачное, точно потемнело. «Ну, как же ты находишь?» спрашивает Розанов. А князь отвечает со злобой. «Так нахожу, что я теперь больше кистям никогда притрагиваться не буду». Картина художника Розанова была произведением высокого вдохновения и труда. Представляла она, как святая Варвара стоит на коленях перед прокаженным и омывает его ужасную ногу, а лицо у нее светлое, радостное и красоты неземной. А прокаженный смотрит на нее с молитвенным восторгом и неизъяснимо благодарностью. Удивительная была картина. Розанов готовил ее для выставки, но об ней заранее прокричали газеты и молва. Повалила в мастерскую Розанова публика. Придут, глянут на святую Варвару да на прокаженного, да так и стоят по часу и более. И тех, которые ничего в искусстве не понимали, слеза прошибала. Один англичанин был тогда в Москве, мистер Броудли, так он с первого раза предложил Розанову за картину 15 тысяч, однако Розанов не согласился. А с князем в то время что-то странное приключилось. Ходит пасмурный и схудалый, ни с кем не говорит, запивать начал. Розанов пробовал его разговорить, отвечая дерзостями, а когда публика из мастерской уходила, сядет князь Андрей перед Мольбертом со святой Варварой, сидит целыми часами неподвижно, смотрит. Так это продолжалось недели две с лишним, а там случилось неожиданное и ужасное дело. Приходит однажды Розанов домой, спрашивает дома ли князь Андрей. Слуга докладывает, что князь с позаранку ушел, а самому Розанову записку оставил. Взял Розанов записку и прочел. А в записке вот что стояло. Прости мой ужасный поступок, я был в безумии, через минуту уже раскаялся. Ухожу совсем, потому что у меня не хватает сил убить себя и затем подпись. Тогда Розанов все понял. Кинулся он в мастерскую и увидел, что его божественное произведение лежит на полу истерзанное, растоптанное и скрошенное ножом. Тогда он заплакал и сказал, мне не картины жаль, а его. Зачем он мне не сказал, что у него в душе было. Я бы сам тогда поскорее картину продал или подарил кому-нибудь. А об князе Андрею с той поры ни слуху, ни духу и никому не известно, что он пережил после своего безумного поступка. подсерк и